Мы уже рассматривали технологию DLP как альтернативу LCD-технологий в домашних мультимедийных системах. Но давайте разберемся более подробно, как же она работает. Начнем, пожалуй, с той. В 1.1987 году доктор Ларри Холмбек изобрел цифровые мультизеркальные устройства – Digital Micro Mirror Device или DMD. Это изобретение завершило 10-летнее исследование компании Texas Instruments в области микромеханических деформируемых зеркальных устройств – Deformable Mirror Device. Аббревиатура звучит точно так же – DMD. Суть открытия состояла в отказе от гибких зеркал в пользу матрицы жестких зеркал, имеющих всего два устойчивых положения. В 1989 году Texas Instruments становится одной из четырех компаний, избранных для реализации проектов на части программы, финансируемых управлением перспективного планирования научно-исследовательских работ. И в мае 1992 года Texas Instruments демонстрирует первую основанную на DMD систему, поддерживающую современные стандарты разрешения. А в феврале 1994 года появляются HDTV-версии на основе трех DMD-чипов высокого разрешения. И, наконец, в 1995 году начинаются их массовые продажи. Ключевым элементом мультимедиапровертов, созданных по технологии DLP, является матрица микроскопических зеркал – DMD-элементов. Из алюминиевого сплава, обладающего очень высоким коэффициентом отражения. Каждый зеркал крепится к жесткой подложке, которая через подвижные пластины соединяется с основанием матрицы. Под предположенными углами на зеркал размещены электроды, соединенные с ячейками памяти с мост-срам. Под действием электрического поля подложка зеркала принимает одно из двух положений, отличающиеся точно на 20 градусов, благодаря ограничителям, расположенным в основании матрицы. Микрозелкода в микросхеме могут занимать два положения, поворачивая к источнику света Ом и противоположную к источнику сторону Ов. Два этих положения соответствуют отражению поступающего светового потока соответственно в объектив или на эффективный светопоглотитель, обеспечивающий надежный отвод тепла и минимальное отражение света, которое нам не нужно. Таким образом, выполняется проецирование на экранную поверхность светлых и темных пикселей. Поступающий на микросхему кодерный сигнал заставляет каждое зеркало изменять свое положение до нескольких тысяч раз в секунду. Изменяя отношение времени, в течение которой зеркало находится в одном и в другом положении, мы легко можем изменять видимую яркость изображения. А так как частота цикла очень и очень большая, никакого видимого мерцания не будет. И в помине. Таким образом, зеркала в проекционной DLP системе могут отображать для каждого пикселя до 1024 оттенков серого, конвертируя в поступающий на DLP чип видеосигнал или оцифрованную картинку в высоко детализированное изображение в оттенках серого цвета. Ну и теперь, конечно, остался последний штрих. Если скорость переключения достаточно высока, то на пути светового потока мы можем последовательно вмещать светофильтры и тем самым создавать цветное изображение. Вот, собственно, вся и технология. Матрица зеркал вместит смаз с рам и составляет D&D кристалл, основу технологии DLP. Впечатляют небольшие размеры кристалла. Площадь каждого зеркала матрицы составляет 16 микрон-миль, а расстояние между заколами около 1 микрона. Кристалл легко помещается на ладони. Впечатляет и количество отдельных зеркал, размещающихся в одном чипе. От 508 800 до разрешения 848 на 600 пикселей до 1 миллиона 310 тысяч 727 зеркал для разрешения 1280 на 1024 пикселя. Но, как и любой технологии, у DLP есть свои недостатки. Основной недостаток заключается в несовершенстве материала и, как следствие, проблеме залипания зеркал. Дело в том, что при таких микроскопических размерах мелкие детали на разряд слипнуться. И зеркало с основанием – кому не исключение. В ранних образцах D&D матриц случались залипания микрозеркал, но компания Tessis Instruments сумела справиться с этой проблемой, применить специальные пружинистые наконечники на ограничительных выступах и смазку, которая наносится на поверхность структуры после ее изготовления. Другая проблема не так очевидна и заключается в оптимальном подборе режимов переключения зеркал. У каждой компании, использующей D&D матриц для производства каких-либо устройств, на этот счет свое мнение. А потому результат работы устройства может сильно отличаться от ожидаемого из-за нерационального использования ресурсов данной технологии. Надо сказать, что технологии D&D однозначно заслуживают внимания как довольно новое и перспективное, а также в связи с тем, что позволяет полностью отказаться от аналогов сигналов от момента считывания данной с носителя до воспроизведения их на экране. Продолжение следует...